Ребята, всем привет! С вами Людмила. Знаю, что вы очень любите смотреть видео о продуктовых покупочках. Мы только что съездили в магазин, скупились на эту неделю и сейчас я вам покажу все то, что мы купили. Итак, вот все наши продуктовые покупочки. И сейчас, как всегда, буду вам по очереди все показывать. Начну я с помидоров черри. Нам их врач рекомендовала именно помидоры черри кушать. Поэтому мы сейчас их всегда покупаем для салата и просто так очень удобно. Взял помидорку, съел. Они маленькие. Вообще обожаем помидоры черри. Далее здесь у меня орешки миндаль. Кстати, очень дорогие. За 240 грамм 101 гривна 42 копейки. Но мне кажется, орехи везде, во всем мире дорогие. Вот, также взяла специи для приготовления блюда. Также для салатов базилик, чеснок, орегано, карри. Вот, именно карри, кстати, я добавляю на многие салаты. А чеснок очень удобно, когда он такой вот уже размолотый в блюдо добавлять. Далее здесь идет у меня сыр. Один из моих самых любимых. Это радамер. Я обожаю с ним делать бутерброды. И он на вкус такой, знаете, очень приятный. И также я люблю сыр, когда он с дырочками. И еще один из моих любимых сыров это голландский. Тоже взяла его уже нарезанный. И вот такой вот сыр взяли специально к вину. Он идет порционный. Здесь, я не знаю, 12 штучек или 5. Вот, идет каждый кусочек упакованный в пакетик. Очень удобно, кстати, брать такой сыр с собой на природу, куда-то там на вылазку. Потому что у каждого по кусочку. И можно посчитать, чтобы всем хватило. Это 100% итальянский сыр. Называется он Gran Birahi Snack. Вот такой вот сыр. Кстати, мы его уже как-то пробовали, покупали. И нам очень понравился. Он похож на винтажный сыр чеддер. У нас, кстати, винтажного сыра чеддера и еще какой-то сыр забыла. Винтажный не нашла. Вообще не продают. А вот этот вот есть. И он тоже очень вкусный. Так что присмотритесь, если еще не пробовали. Очень классный сыр. Далее взяла также сметану яготынскую. Очень люблю молочку именно яготынской продукции. Сметана 15% Вот такая вот баночка. Тоже для приготовления, для салатов. И просто так куда-то добавлять. Далее здесь у меня идут огурцы грунтовые. Сейчас огурчики недорогие. Вот за килограмм 146 грамм заплатили всего лишь 16 гривен 3 копейки. Целый пакет огромный огурцов за 16 гривен. Это вообще супер. Также взяла мексиканскую смесь для приготовления разных блюд. Это очень удобно. Также для супа я такие часто покупаю. Не надо ничего чистить, нарезать. Достал, немножко всыпал и все, и уже готово. И здесь идет микс разных овощей. Перец, морг, пак, посоли, горох, кукуруза, селера и цебуля. Вот. Также взяла для салата салат рукколу. Тоже ее обожаю. Мне нравится ее вкус. Традиция президент. Вот такой вот творог, сыр 5%. Всегда покупаю в основном 5%, потому что это лучше намного, чем полностью обезжиренный. Я по диетологии когда изучала продукты, жирность, так вот 5% это для творога норма. И значит, что он настоящий, хороший и будет вкусный. И всегда я действительно покупаю 5% и намного вкуснее, чем те, которые обезжиренные. Далее также яблочки. Обожаю яблоки. Я их просто так грызу на перекус. Также смузи разные делаем. Взяла также хлеб бородинский. Тоже его обожаю. Зеленый лучок. Пучочек. Тоже для салатов. И также вот такой вот хлеб тостовый. Так как у нас тостерница теперь, то мы на завтрак часто поджариваем себе по кусочку хлеба с яйцами. Очень вкусно получается поджаренный хлеб. Это европейский классический тостеровый хлеб. Яйца. В основном всегда покупаю я сенсвит. Это белые большие яйца. Вот так вот они выглядят. Хорошие яйца. Я всегда их беру в основном. И они по цене, и по размеру. Это большие яйца. Очень хорошие. Далее. О, у нас еще есть орешки. Муж понабирал орехов. Это фундук. Тоже за 216 грамм. 64 гривны 56 копеек. Дорогие, дорогие орехи. Но они очень полезны. И на перекус. Очень полезно взять там 20 орешков. Перекусить. Это полезные жиры. Далее. Помидоры. Помидоры красная гилка. Я, кстати, с ветки. Вот этой, которая продается веткой. Еще. Ну, они к ней прицеплены. Я не покупаю эту ветку. Зачем переплачивать еще за ветку. Я беру те, которые без ветки. Ну, как бы. Мне кажется, что зачем лишние граммы переплачивать. Ну, вот. Сколько здесь? 702 грамма. 22 гривны 81 копейка. Далее. Также взяла помидоры желтые. Потому что они также нам очень нравятся. Вкусные. И вот желтые уже подороже. Но за 600 грамм. Получается, да. 23 гривны 99 копеек. Далее. Бананы взяли целую ветку. Огромную. Бананы обожаем. Тоже для смузи. И очень удобно брать с собой на перекус. Если куда-то идете. Далее. Здесь у меня перец желтый. Он был дешевле, нежели другие перцы. Я, если честно, не вижу разницу по вкусу. Они для меня все одинаковые. Что желтый, что красный, что зеленый. Но вот, кстати, красный, желтый вообще вкус идентичный. А желтый стоит намного дешевле. Поэтому взяла вот такой вот перчик. Здесь получается 537 грамм. 53 гривны 19 копеек. Картошечка. Картошка это у нас уже молодая, да. Хорошая картошка. И она уже мытая. Молодая мытая картошка. Вот получается почти за 2 килограмма заплатили 17,92 гривны. Это нам на несколько недель, наверное, хватит. Потому что мы картошку особо много не едим. Поэтому вот картошки набрали. Далее здесь у меня кабачки. Вот кабачки сейчас сезон. И они очень дешевые. Почти сколько тут? 618 грамм. Всего лишь на 4 гривны 32 копейки. Два хороших кабачка взяла. Тоже буду их тушить, жарить. Так, далее здесь у меня имбирь. Имбирь очень люблю. Он полезен. Тоже буду добавлять его в разные блюда. В Таиланде, кстати, во многие блюда. При приготовлении мяса добавляют имбирь. И также будем добавлять его в чай, в разные напитки. В общем, имбирь очень полезен. Сколько здесь? 86 грамм. 6 гривен. 88 копеек. Далее. Яготынское масло. Тоже беру всегда, чтобы процентности было жира. Не меньше 82,5 процентов жира. Не меньше 82 процентов должно быть жирности. Это настоящее масло. Все, что меньше, то уже не очень масло. Мы по диетологии изучали на курсах по питанию. Далее. Черный слив. Обожаю тоже. Для меня это вместо конфет. Я обожаю сухофрукты. Тоже и очень полезно. Улучшает обмен веществ для переваривания пищи, скажем так. Вот черный слив тоже всегда беру. Здесь у меня для котиков еда набрала разные пакетики, разный фирм. Здесь и фрискес, и китикет, и вот это вот снеба. В общем, разные-разные вкусы для разнообразия, чтобы они, скажем так, было им разнообразие. Вот. Так что набрали сколько здесь? Штук 10, наверное. Вот. Далее. Здесь у меня рыбка лосось. Обожаю лосось. Он, естественно, очень дорогой, как всегда. Ну, здесь сколько? 430 грамм. За два кусочка заплатили 227 гривен 47 копеек. Но это такое баловство. Раз там в две недели можно, думаю, скушать лосось, хорошей рыбки поесть. Здесь у меня также мяса много взяли. Это индейка. Килограмм 230 грамм. 172 гривны 19 копеек. Также курица. Куриное филе. Сколько здесь? Полтора килограмма. 139 гривен. Также взяли вырезки говяжьей. А, свинячая, свинячая вырезка. Свина вырезка. Почти килограмм 146 гривен. И еще взяли рыбку хек. Мы очень любим рыбу хек. Замороженную. Здесь идет два огромных куска. Две огромные рыбы. Очень большие. Это хек. Называется какой-то американский. Лад Амер. Что-то хек. В общем, не знаю точно его название. Но вот за две рыбы почти килограмм мы заплатили 74,81 гривна всего лишь. И очень вкусная рыбка. Я вам рекомендую хек. Вкусная, полезная рыбка. И недорогая. Так, что еще хотела показать? Ага, молочка. Молочка взяла молоко. Вот такое вот 3,2% ягодынское. Взяла именно это. Потому что оно было самое-самое свежее. Дальше сок. Яблочно-черничный. Это натуральный сок. Галисия. Мы его раньше часто покупали. И вот сейчас вспомнили. Тоже взяли. Далее здесь у меня кефирчик. Славяночка. Кефир лагидный 1%. Это красное сухое вино. Никогда такого не пробовали. Решили попробовать. Называется Мариус Бамичеча Паути. Какой-то. Вот. 2016 года. И также вот такое вот. Это, кажется, французское. Тоже 2017 года. Кабарнет-савиньон. Тоже белое сухое вино. Вот. Также взяли швепс. Здесь вот новый вкус мохито. Также оригинальный взяли. И вот это вот у нас идет с грейпфрутом. Вот. Также взяли водичку. Мы ее уже надпили. Поляна квасова. Нам очень нравится. И моя любимая Боржоми. Тоже ее обожаю. Всегда покупаю. Также из сока взяли еще Сандору. Это томатный сок с перцем. Очень вкусный. Кто еще не пробовал, попробуйте. Его перчинка очень-очень классная. И также наш СИК. Обычный томатный. Мы тоже его любим. Это завод детского питания делает. Он очень вкусный. И один из лучших соков в Украине считается. Также взяли мусорные пакеты и с затяжками. Всегда покупаем именно с затяжками. Это очень удобно. Не знаю, почему раньше никогда, ну, редко покупали такие пакеты. А сейчас постоянно ищем именно с затяжками. И также туалетная бумага. Клинец. Котонели. Премиум кер. Восхитительный комфорт. Эта бумага стоила около 100 гривен. Вы представляете, насколько цены поднялись? Я помню, гривен 60 максимум стоила такая бумага. Мы ее покупали иногда. А сейчас уже почти 100 гривен. Подорожало. И также взяли обычные салфетки. Вот, кухонные. Чтобы всегда были на столе. Потому что я без салфеток кушать не могу. Мне обязательно нужна салфетка. Вот. Так что, вот такие вот покупочки. Ничего не пропустила. Все вам показала. И за все мы заплатили. Сейчас я вам даже скажу. Так, так, так. 2 438 гривен 95 копеек. За все. Мне еще здесь дали скидочку потом на другие покупки. Вот. Так что, вот такие вот были покупки. Надеюсь, что вам было интересно. Напишите, что из этого кушаете вы. И что не кушаете. И что можете мне порекомендовать. В общем, пишите в комментариях. Ставьте лайки, если вам интересно такого формата видео. И всем пока-пока.